всем привет с вами PL419 и сегодня мы поговорим про оптимизацию вашей Wi-Fi сети если вы играете через AirLink или Virtual Desktop на Oculus Quest 2 это один из самых популярных вопросов после собственно настройки AirLink самого по себе там или WD и в этом ролике я не буду рассказывать как настраивать AirLink я предполагаю что вы посмотрели мой другой ролик который есть на канале если нет посмотрите его я в конце об этом еще упомяну здесь рассмотрим именно типичные ошибки которые могут быть в вашей сети ну или там настройках вашего оборудования то есть я предполагаю что у вас все настроено просто например крашится картинка какие-то задержки вот это вот все бывает довольно частая ситуация когда народ на своем роутере запускает AirLink у него там что-то разваливается в картинке или артефакты или что-то в таком роде он бежит за новым роутером покупать новый роутер принесет его домой там то же самое потому что дело было не в бобине не в роутере а в чем-то еще так вот чтобы вы не бежали за новым роутером посмотрите этот ролик кроме того в описании будут сами эти советы с тайм-кодами если вы не хотите слушать тут все что буду рассказывать может переходить на тайм-коды конкретно приступим начнем 10 советов по оптимизации вай фай сити да у меня на сайте есть статья это текстовая версия вернее статья там общая проблема сокус квест 2 один из ее подразделов это оптимизация вай фай сити первое и самое очевидное подключите пк к роутеру кабелем довольно часто распространенная проблема когда у вас роутер стоит в прихожке компьютер стоит в зале они связаны между собой вай-фаем вы к этому всему вешаете квест у вас начинается дублирование информации во первых принципе стабильность сигнала между пока и роутером по вай-фаю оставляет желать лучшего но даже если вы считаете что вы смотрите без проблем какой-нибудь там 4k видео вас не тормозит вы делаете этого вывод ну значит все хорошо с интернетом но это далеко не так потому что дело не только в скорости дело еще и в задержке и в общей стабильности сигнала кроме того у вас будут дублироваться данные которые идут сначала от роутер пк потом пока кроутору назад все это идет на квест все это начинает друг другу мешать поэтому если у вас есть такая возможность то подключите пока кроутору кабелем это одна из таких критичных вещей которые очень сильно влияют на то что вы будете видеть в шлеме потом по итогу если у вас стоит роутер хотят в прихожке но блин купить 5 метровый кабель спрячьте его ну куда-нибудь там потом плинтуса это вам может здорово сэкономить нервы то же самое если вы купите новый роутер но соединение будет вай-фай нам между компьютером и им то вероятнее все равно также могут проблемы это вечно которую не все обращают внимание но эта вещь и и не зря поставил на первое место она одна из важных данном случае второе роутер должен работать в сети пейси она же 5g она же 5 гигагерд у всех роутеров есть 2 и 4 но не у всех есть 5 это же стендарт айси если у вас роутер ну не совсем древний возможно там у вас есть этот стандарт смотрите в характеристиках либо там на яндекс маркете либо на коробке с роутером и вам важно чтобы ваш квест подключался именно к 5 герцовой сети а не к 2 и 4 это вроде бы очевидная вещь но не все об этом знают потому что потому что если у вас нет в роутере 5 гигагерц можно ли с этим жить в принципе народ есть который умудряется играть даже на 2 и 4 но здесь ключевой момент в том чтобы у вас не было других роутеров потому что но в округе потому что проблема между 24 и 5 гигагерц не только в скорости и задержки что очевидно есть чем менее очевидная вещь я вам дальше все покажу это загруженность каналов поскольку я сказал 2 и 4 гагерца есть у всех роутеров то все ваши соседи будут сидеть на 2 и 4 вот я живу много квартирном доме я вам сейчас покажу потом занятость канала вы поймете в чем тут соль на 2 и 4 можно играть если вы сидите это в лухой деревне вокруг вас нет соседей там скорости может даже быть достаточно потому что тот же самый virtual desktop например там я когда играл там настройка битрейта стояла 70 мегабит в секунду и даже на 2 и 4 роутер это может вполне вытянуть у нас в чате был чел который играл на 2 и 4 потом конечно он сменил но он играл если у вас с роутером что-то не так я сразу скажу про вайфай 6 многие спрашивают насколько критично наличие вайфай 6 он же 6 и я сразу скажу что вайфай 6 он есть вайфай 6 настоящий который на 6 гигаерцах уже работает и 6 и который работает на 5 гигаерцах но в нем уже есть и новый плюшки 6 вайфая так вот у нас в кости втором сейчас 6 и и то есть он работает на обычных частотах 5 на пятерке и тут я скажу следующую вещь что когда я обновлялся своего archer c20 а там у меня даже были еще партисту мегабитные то есть там было вайфай 5 но порты были медленные я на нем вначале играл это было вот назад когда купил квестом в октябре потом я обновился на сяоми редми а x5 у которого вайфай 6 6 и и по сути как раз на этих на частотах 5 работающих и я вам скажу что разница вина в биаре в игре я особо не заметил тогда сейчас уже софту что усовершенствован с виртуал диск топа я ушел давно на аэрлинг но смысл в том что я там каких-то дитих изменений тогда не заметил чему я был удивлен а вот что я заметил это очень сильно вода ну во-первых в новом роутере гигабитный порт уже был и очень здорово возросла скорость передачи файлов между шлемом пока если вы посмотрите на эту табличку то вы увидите что было меньше сотки ну что неудивительно порт ограничивал а стала я вот когда фильмы перейти давал и сейчас я ролики когда сквеста забираю там получается что скорость достигает в пите там 400 600 мегабит в секунду то передача в локалке между шлемом и пока то есть пока у меня подсоединен кабелем шлем к роутеру по вайфаю вот такая скорость потому что опять же что дает вам этот вайфай 6 ну он дает какие-то при ужте вайфая 6 которые собственно есть плюс высокая скорость вам особо тут не нужна потому что тот же самый аэрлинг там сейчас максимальный битрейт 200 мегабит то есть народ спрашивает а чего не все гонятся за вайфай 6 там будет меньше задержка миллисекунд на 10 то есть грубо говоря если вы играете на пятерке у вас там будет задержка например 40 50 на шестерке допустим не 40 50 30 40 средний это тот же самый кит в своем ролике демонстрировал то есть там разница реально 10 миллисекунд и ну какие-то кружки то 6 вайфая то есть я исхожу из чего что если вы будете покупать это новый роутер то вам проще переплатить вот у меня сейчас x5 за 300 салека я брал с купонами даже 2 700 вышла понятно что я не призываю покупать там вайфай 6 за 12000 какой-нибудь там asus но если вы выбираете между каким-то роутером там за две с половиной тысячи в котором его нет шестерки и у вас есть выбор например x5 за 500 рублей найти то я призываю на 500 рублей потому что во первых в квесте есть этот стандарт и глупо его не использовать а во-вторых любом случае чем дальше тем будет больше устройств поддержкой вайфай 6 то есть раз уж вы роутер обновляете логично как бы задуматься о будущем я вот перед этим когда покупал свой этот archer c20 я его менял потому что я занимался стримом через дрифткат короче кто на карбордах сидел тот знает что такое и там я ну как же надо же купить роутер с пятым вайфаем я купил роутер с пятым вайфаем но я купил archer c20 была еще модель archer c2 который тоже с пятым вайфаем единственная разница не было в том что вот у моего было 100 мегабит порт а у c2 и гигабитный порт а я тогда еще подумал зачем мне переплачивать 500 рублей за гигабитный порт у меня в материнке тогда старая материнка была там скорость 100 максимум типа сэкономлю 500 рублей заплачу не 2 500 а 2 ну заплатил в итоге я сейчас мне пришлось снова менять ну конечно прошло четыре года но если бы у меня был гигабитник в роутере в том еще старом я сейчас не обновлялся смысла в этом особо не было вайфай 5 есть гигабитный порт есть ну называется сэкономил 500 рублей так вот когда вы будете брать новый роутер присмотритесь либо к тому же вот redmi x5 либо дальше сейчас будет табличка если там разница буквально 500 рублей дотяните этих 500 рублей ради шестого вайфай это имеет смысл и для квеста и для будущего что потом вот как я не кусать локти понятно что будет цена вопроса копеечная но сэкономил про роутер может поставить на паузу здесь народ в чате кидал откуда-то где-то были кита опросы таблички все такое затянули вот эти вот картинки рекомендуемые роутеры и не рекомендуемые и опять же если вы решите покупать рекомендуемых здесь есть кстати и мой тоже единственное что ценник у него четыре с копейками я его брал за 3 если вы будете терял мысль если вы будете брать новый роутер сходите на 4pda в тему close quest 2 на легко ищется поиском и там бейте в полу опция в поиске темы модель своего роутера потому что особенность кита него каждый год там каждый день новые выходят понятно что эта табличка она вот сейчас у нас сентябрь 2021 уже через там полгода она может быть не актуальному вот появится какие-то новые интересные модели которые вы купите так вот сходите в ту же самую тему qs2 на 4pda и забейте в поиск что они будут об этих моделях писать потому что особенно новые модели про них сейчас ничего не известно но народ покупает тестирует и отзывается то что не рекомендуется да это проект 50 и народ матерился про huawei там какой-то неудачный в общем почитаете так по поводу свободных каналов и того что должно работать на 5 гаерцах у вас шлем вот пример у меня есть жизнь я живу мою квартирном доме слева это у нас 2 и 4 его герца диапазон как видите все кто кто-то меня добивает мы все это друг на друге сидим а справа на пятерке кстати раньше никого не было кто-то от добавился надо быть сменить канал чтобы не совпадала и там слева еще не видно там три роутера висят но никак не мешают есть чувствуете разницу на помимо того что сила сигнала скорость задержка еще и то что все вот эти роутеры слева они мешают друг другу а если учесть что там стоит обычно автовыбор канала они настраиваются бог знает как и получается дичь вот это приложение вайфай аналайзер в описании будет ссылочка у нас есть для андроида может поставить на телефон бесплатно и потестировать там очень простой интерфейс принципе разберетесь и она же есть для винды вы можете если у вас в компьютере есть вайфай например у вас там ноутбук с вайфаем или свисток вайфайный вы можете скачать версию под windows и прямо с пк проанализировать занятий канал но очевидно что в настройках роутера ставите менее занятый канал также если у вас есть в настройках возможность изменять ширину канала у меня она есть в моем этом redmi x5 видите какой-то чудесный китайский интерфейс это его наверное главный минус ставьте вернее не ставьте а попробуйте поиграться с этими настройками потому что меня 80 стоит у меня по моему разницы не было но народ в чате писал что там грубо говоря на 20 на 40 фризит а на 80 уже не фризит то есть если вы зайдете в расширенных настройках своего роутера где-то там настройки сети то там поищите вот этот параметр ширина канала и как я уже сказал да всем хорош китайский роутер кроме вот вот этого приходится сидеть с переводчиком периодически ну да то дешевле и зато родная китайская прошивка без всяких ограничений уберите все из сети 5g пусть в идеале вот я набросал сеть как сделано это у меня чем проще вообще чем проще сеть тем лучше то есть когда начинается там 23 роутера какие-то раздачи одного туда другого сюда как народ пишет там роутер в прихожке по вай-фай все передается начинаются глюти и баде в идеале вас как нужно работать интернет роутер провод от пк к роутеру провод как я сказал на вай-фай 5 у вас должны висеть только квест а все остальное вся эти планшеты алисы и прочее в этом роде у вас переводите на 2 и 4 но понятно что если у вас там много членов семьи это все не всегда просто сделать если там каждый своим телефон посидит но к этому надо стремиться то есть если какие-то устройства можно перевести на 2 и 4 там тоже самое алиса голосовой помощник зачем ей большая скорость она и не нужна или не знаю телефон там народ в телеграме сидит понятно что если у вас телевизор по которому там 8k видео тянете его придется вешать на 5 вай-фай но если нет то подумайте о том чтобы лишнее устройство сети убрать хотя бы потому чтобы скорость не делилась между ними на пятерке там точно есть такая вещь что чем больше устройств подключена тем меньше скорость на каждое на шестерке вроде бы с этим что-то сделали но как я сказал шестерка у нас не совсем настоящая и тем более на шестерке висеть вас будет скорее всего только один квест так что в идеале ну старайтесь лишнее устройство создать две сети одну 5g вторую там 2 и 4 же и раскидать их ненужные привязать к старой старому вайфаю а на новом оставить только квест чтобы ему ничего не мешал насколько это возможно понятно что случаи бывают разные не всегда возможно это все сделать но стремиться к этому надо очевидный факт если на роутере есть разного рода порты есть сотки и гигабитки включайте гигабитку это я включил это потому что если есть реально несколько портов они могут быть разными народ не обращает внимание куда-то воткнул сводку а там все тормозит и идет за новым роутером приходит птыкает в тот же порт а он опять тормозит невероятно и проверьте что в настройках все окей со скоростью сети это можно сделать правой кнопкой мыши назначьте сети там вот изменения параметров адаптерами стрелочки нарисованы дальше правой кнопкой назначьте нужного вам адаптера подключенного к интернету находите вот эту скоростью дуплекс у меня стоит автосогласование но приколы могут быть разные просто проверить потому что и в этом поле например больше советом 10 мегабит или 100 мегабит и следующий параметр тоже посмотрите там он отвечает за скорость возможно есть что-то еще это вот из того что я нашел и потому что тоже бывает что народ подключил все хорошо и вроде и порт гигабитный роутер новый скорость выше сотки не поднимается почему же а потом не заходит конь тут сюда вот тут стоит ограничение ну винда почему-то выставила из экономии зашел у неё глюк проверяйте руками представляете если что проверьте скорость стабильности соединения передачи до скорость соединения скорость передачи между сетью и квестом это можно сделать диспетчере устройств диспетчере задачу самой винде alt control del если вдруг кто-то не знает там будет вкладка вторая производительности в ней быть ethernet вот это пример работы по моему по virtual desktop у меня еще старый скриншот сайта лет здесь как видите скорость и передача плюс-минус стабильно 54 мегабит в секунду поскольку у вас комп ну если у вас комп отключен по wi-fi то ethernet будет тоже какой-то другой то есть в общем то драйв посмотреть сможет это опять же народ спрашивает как измерить передачу между квестом и пока ну так вот измерить прям виндой заходишь винду и когда у вас когда вы играете вы можете оставить это окно запущенным потом когда вы сняли шлем вы здесь увидите там за последнюю минуту ли за сколько вот эту скорость если она у вас вот так вот плюс-минус стабильно никуда не проваливается значит все хорошо просто увидите саму реальную скорость и даже если у вас там тоже народ путается когда они например на виртуал диск топе подключаются к пк там сверху написано скорость 1200 мегабит они делают вывод ну окей значит у нас такая скорость по сети нет нифига наверняка теоретически она такая но практически она обычно несколько раз меньше а какая на конкретно можете вот увидеть здесь прямо в самой вине и второе это можете альтернативными программами у меня будет на есть на сайте про это будет описание ссылка wi-fi speedtest в чем тут смысл вы скачиваете клиент на но правда это между телефоном мерил на шлем наверно не поставится вы ставите клиент на телефон и вы ставите клиент на пк две софтины скачиваете дальше вы на пк запускаете сервер и из телефона подключаетесь к нему и меряете ну что он делает он по сути берет там 100 мегабайтовый файл по-моему туда-сюда его гоняет и замеряет скорость передачи и делит то есть очень простая туза можете скачать тестировать ей если вам мало будет виндового стандартного измерителя я вначале когда настраивал сеть вот через нее мерил там разные всякие интересные значения смотрел это не измерение интернета здесь есть тоже нам нужно вот именно измерение между компьютером то есть скорость по локалке потому что интернет у меня 100 мегабит и кроме того интернет тоже частый вопрос влияет ли скорость внешне интернета на аэрлинг виртуал диск топ нет она не влияет никак потому что у вас идет связь по локалке единственное что то в чем может быть проблема это если вы играете в онлайн игры если у вас внешний интернет унылый то там будет и пинг высоте и задержка высокого в онлайн играх это может влиять если вы просто играете между компьютером и квестом то вы можете вообще отключить внешний интернет кабель выдернут из роутера и все будет работать потому что знаю что на квесте многие блокируют внешний интернет и как бы без проблем пользуются этим всем ну и собственно десятый совет это посмотрите два моих других ролика один про настройку аэрлинг если вы пропустили и второй про настройку граффити для веста на пк там про взаимосвязь в четырех местах я почему про это говорю потому что возможно ваши глюки баги затыть и рассыпания картинки и прочее вызванные не тем что у вас что-то не так с сетью а тем что например у вас перекручена графика и у вас не вытягивать не роутер а видюха если вы используете virtual desktop там есть удобный индикатор индикатор как называется вылетело из головы слова панелька которую вы можете включить на ней будет отражаться конкретно задержка время задержки игры время задержки роутера время задержки чего-то там еще в общем-то несколько параметров и ввд хорошо видно что у вас не тянет конкретно либо видюха либо роутер тормозит у аэрлинга к сожалению такого нет но у аэрлинга есть другие настройки вот про них я в этом ролике рассказываю там основном битрейт можно менять если что-то не так то есть это совет о том что если вы перепробовали предыдущие девять советов это ничего не дало возможно дело не в сети и не роутере возможно дело в ваших железках идите настраивайте железки ну как то так на этом принципе все если этот ролик был вам полезен хоть чем-то ставьте лайк подписывайтесь на канал тут будет наверное еще много интересных роликов про виртуальную реальность приходите на мой сайт читать это много интересных статей про виар и про квест и про игры про все остальное вот с вами был павел 419 до новых видео пока